Также говорит имам Ахмад дальше И говорит и так же Сражение с ворами Или же с каким-то разбойниками И так же с хариджитами дозволено Если они приходят к человеку И угрожают его жизни или же его имуществу То он может сражаться и защищать себя И свое имущество И может этот самый Каким образом, как он пожелает Насколько возможно он должен убрать от себя Эту беду То есть если придет какой-то хариджит И так далее и тому подобное Смотрите, братья Справедливость нашего шариата И если же эти люди Которые хотели его убить только что Забрать его имущество Если они испугались его То есть он начал себя защищать Они испугались и ушли Ему нельзя за ними следовать То есть все оставили Братья спала Даже в этом Как говорится Шариат Даже в этом вопросе Братья шариат Следит за такой вещью Как братство То есть это твой брат Мусульманин пришел Тебе хочет тебя убить Разбойник какой-то Твои деньги отобрать Ты взял, например Достал пистолет Указал на него Он сразу испугался Убежал Можно за ним бежать По ногам стрелять Я тебя сейчас посадил Все убежал Все Случилось для тебя То что тебе нужно было Все он убежал Ты его дальше не трогаешь Нельзя братья За ним дальше Идти И не выслеживать их Это можно выслеживать их Для общей пользы Чтоб посадить их Или же при людях Там например При тьме забить И так далее Можно делать только кому Имаму мусульману Вот он может это делать А тебе нельзя это делать То есть ты защитил свой дом Все Дальше нельзя Дальше придет Поподробнее об этом Ему дозвольно Только в тот момент Защитить себя И более того Когда он защищает себя У него в намерении Должно быть Что он не хочет его убить Нет у него желания Его убить братья Но если так получится Что этот человек Защищает себя Убил этого человека То тогда Этот человек будет То есть Из-за числа Отдаленных Аллах То есть будет в огне братья Как дальше придет В хадисе А если убьет наоборот Этот разбойник Убьет тебя Когда ты защищаешь себя Свои имущества То тогда Я же надеюсь Что этот человек Будет шахидом Имам Ахмад Как это пришло в хадисе Как пророк Как он сам говорит Как это пришло в хадисах Даже здесь Даже здесь Даже здесь имам Ахмад Смотрите Как мы говорили Слова шейха Абнур Файмина Тоже подтверждает И также дальше Придет пророк Алия Саласом Что есть разница Между Киталь и Катль Сражением И убийством Разница есть Защитой Сражением И так далее И убийством Что одно Не связано С другим Не обязательно Что тот Кто сражается Убивает Не обязательно То есть И поэтому Все тексты Которые пришли На эту тему Говорят имам Ахмад Было приказано Сражаться Но не приказано Убивать И выслеживать Этого человека Чтобы добить его То есть Например Ногу прострелил Человеку Он уходит 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 И ты вторую ногу Потом в руку Потом в голову Контрольную Нет Все Он ушел Он для тебя Оставил Все Минутно Как бы Перебачивает То есть Если Например Ты его ранил И так далее Не нужно За ним следовать Целую Этот самый Джамат Собирать Чтобы их добить И так далее Нет А если Он захватит Его То есть Например Разбойник Пришел Ты пистолет На него показал Он сразу Упал Все Сдаюсь Сдаюсь В таком случае Нельзя его добивать А никакого Сдавания Нет Раз Так В голову Нет И ни в коем случае Он на него Наказание Которое делает Имам То есть Руку отрубил За то что он Хотел своровать Или еще Что-то не делает Все То есть Ты его захватил Все Можешь позвонить Или сказать Доложить правителю Чтобы он его забрал И сам разбирался Или сказать Иди отсюда И больше никогда Такое дело Нет проблем Но он что делает Зовет тех То есть правителей Полиция И так далее И они разбираются Уже с этим Человеком Потому что От Абу Приходят Братья Муслима То что Один человек Пришел Посланнику Аллах И сказал Я Расул Аллах Если вдруг Какой-то человек Приходит И хочет Забрать Мое имущество Разбойник Вор Сказал Не давай ему Свои имущества То есть Свои деньги Приславь при себе Не давай Он сказал Дай Скажу Нет А если он будет Сражаться Против меня Скажет Если ты не дашь Я сделаю тебе Так-то Так-то Тогда ты тоже Сражайся С ним Скажи Я тоже Тебе сделаю То же самое А если он Меня убьет Посланник Аллах Тогда ты Шахид А если я Его убью Тогда этот Человек В огне Если два Мусульмана Встретятся Своими мечами Тот Убийца И убитый В огне Из подвижника Удивили Сказали Этот ладно Убил Понятно Почему в огне А что Причем Тут Тот Кого убили Он там Причем Его и так Убили Он еще В огне Что сказал Он желал Убить Своего Брата То есть Он желал Но у него Не получилось Это То же самое То что Здесь братья Приходят То что нужно Таких запугивать Ни в коем случае Не убивать Не добивать Даже Что делал Если когда к нему Забирался Как это пришло Он То есть Немножечко Как из нож Вынимал Свой меч То есть Вынимал То есть Как например Сегодня раз На человека Указал оружие Ну грубо говоря Понятно То есть Не добивать Ни в коем случае Нет у нас Братья Цели Убить этого человека То есть Ты сделал Или как-то Больно Даже когда Братья Говорится Как что Если даже Ты Например Достал оружие И так далее То не нужно Ему голову Сразу рубить Ногу Руку Что-то Что-то То есть Заставит Его То есть У тебя нет Братья Цели Убить его Шариат Братья И Аллах Субхану Всегда То есть Следит За душами Людей Братья За телами Людей За жизнями Людскими Потому что Аллах Субхану Братья Не создал Того человека Чтоб ты Его взял И убил Его родители Его не воспитывали Чтоб ты взял И просто Одним ударом Его убил Нету этой цели У нас Братья А если ты Например Его ногу Отрубишь Братья Ему больно будет Он пойдет домой Поплачет А потом Того сделает Ахамдуллах Еще лучше Братья Это намного лучше Чем ты ему голову Отрубил И все Какая Какая Это польза То есть У нас нет Братья Чтобы не было У нас нет Цели Убивать людей И никто К этому Не призывает Братья Только То есть То что Приносит Пользу Братья Запугать Этого человека Потому что Когда Например Родитель Ругает Или же Даже То есть Ну как-то Побивает Не сильно Конечно Но все равно Побивает Детей И так далее Почему Потому что Если ненавидит Хочет убить их Или хочет Воспитать их То есть Воспитает Братья То же самое Братья И шариат То есть Эти люди Братья Они Как дети Ошиблись Ну Хоть сильная У них ошибка Никто не спорит Но у нас Нету цели Братья Чтобы вы понимали Убивать людей Как на это указывают В смысле Тексте Шариата